Ровно 17.00 в украинской столице, как всегда в это время, новости на UATV. В студии Максим Малынов. Здравствуйте. Глава украинского МИДа Павел Климкин в Нью-Йорке поднимет вопрос доступа врачей к украинцам, которых незаконно удерживает Российская Федерация. Об этом он написал в своем твиттере. Климкин принимает участие в министерской встрече Совбеза ООН. Оказать необходимую медпомощь и изменить меру пресечения. Министерство иностранных дел Украины высказало протест в адрес России против дальнейшего заключения незаконно арестованного в оккупированном Крыму татарина Бекира Дегерменджи. Об этом UATV рассказала спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца. 57-летнего активиста удерживают в СИЗО по сфабрикованному делу о вымогательстве. После ареста у него обострилась астма. Он сейчас находится в критическом состоянии, в реанимации. И отказ российской стороны от взаимодействия и оказания украинским заключенным необходимой медицинской помощи уже приобрел системный характер. Как в России, так и во временно оккупированном Крыму мы высказали наш решительный протест в отношении таких действий Москвы. Согласно международному праву, даже государство-оккупант обязано соблюдать элементарные права человека на оккупированной территории. Состояние Бекира Дегерменджи тяжелое. Он находится на вентиляции легких, а точный диагноз пока неизвестен. Об этом супруге политзаключенного Алие Дегерменджи сообщил его врач. Адвокат крымского татарина намерен подать жалобы на действия оккупационных правоохранителей Крыма в Европейский суд по правам человека. Жалобы в порядке 39-й статьи Европейский суд по правам человека – это экстренные меры. Надеемся, что хоть это каким-то образом продвинет это дело, потому что на все наши жалобы и заявления, которые мы подали здесь, пока никакой реакции, никаких ответов нет. А специальных ответов на свои жалобы, заявления я так и не получил. Еще два месяца в следственном изоляторе. Незаконно арестованному в России украинцу Павлу Грибу продлили срок содержания под стражей. Такое решение вынес Краснодарский районный суд. Об этом ЮЭТВ рассказал отец парня Игорь Гриб. Продлили до 4 марта. Обстоятельства я не знаю. Там присутствовал генеральный консул и моя жена. Они сейчас ждут заключения суда. Чуда не произошло. Это видео с предыдущего заседания Краснодарского райсуда 18 октября, когда Павлу Грибу продлили срок задержания под стражей на 2 месяца. 19-летний украинец в конце августа поехал в белорусский Гомель на свидание с девушкой, с которой познакомился в социальных сетях. Однако домой он так и не вернулся. Через несколько недель выяснилось, что парень в СИЗО Краснодара. Российские власти обвиняют его в терроризме. Еще полгода под санкциями. Лидеры стран Евросоюза продлили экономические ограничения в отношении Российской Федерации. Решение приняли на саммите ЕС в Брюсселе. Санкции касаются финансового, энергетического и оборонного секторов. Президент Украины Петр Порошенко назвал это достойным ответом за невыполнение обязательств Москвы. В борьбе за независимость Украину сейчас поддерживают весь мир. Доказательством этого является решение, которое накануне вечером принял Совет Европейского Союза на уровне глав государств и правительств. Продлить санкции в отношении России как страны-агрессора, которая начала войну против Украины. У нас крепкие, надежные, верные союзники в мире. Я напомню, что страны ЕС ввели санкции против России в июле 2014 года в ответ на аннексию Крыма и поддержку боевиков на востоке Украины. На административной границе с оккупированным Крымом установят новую систему блокпостов, которая поможет ускорить проверку людей и транспорта. Об этом рассказал первый зам главы нацполиции Вячеслав Аброскин. Система основана на интеллектуальных технологиях и такая уже функционирует на линии разграничения на Донбассе. На блокпостах у административной границы с аннексированным полуостровом будет работать полиция Автономной Республики Крым. В Киеве у посольства Соединенных Штатов прошла акция протеста против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. В митинге участвовали представители палестинской диаспоры, арабских и мусульманских организаций. Акции протеста против решения Трампа по Иерусалиму прошли также в Малайзии, Иордании и Японии. На западном берегу реки Иордан демонстрации переросли в столкновения с полицейскими. В ответ полиция открывала огонь. Ранен в итоге один протестующий. Ранен в итоге один протестующий. Бесплатные курсы по кинопроизводству для школьников пройдут в Киеве. Десять кинематографистов, журналистов, операторов и рекламистов расскажут, как писать сценарии, познакомиться с Зами операторского и актерского искусства. Курсы в первую очередь рассчитаны на детей из Донецкой и Луганской областей. К обучению также смогут присоединяться все желающие. Интерактив организовала общественная организация Герои.UA при поддержке Фонда содействия демократии посольства США в Украине и Министерства информполитики. Показать наработанный опыт в виде мастер-классов с нашими мастерами. Дальше нужны те базовые знания, те базовые принципы, которые находятся в достаточно большом объеме, дистанционно доносить до наших учеников. С точки зрения влияния на подсознание нужно быть медиаграмотным. И мне кажется, что этот проект как раз об этом. Об умении творчески подходить к делу, критически мыслить, создавать и соответствовать современным процессам. Через Атлантику на веслах с Канарских островов стартовали 30 команд грибцов. Им нужно проплыть почти 5000 километров через Атлантический океан и добраться к Арибскому острову Антигуа, не используя топлива. На лодке длиной 7 метров и шириной 2 метра команды загрузили еду, воду, которой должно хватить на весь заплыв. Трансатлантические соревнования по гребле проходят с 1997 года, а в 2016 выиграла команда из США и установила новый рекорд, переплыв океан за 35 дней, 14 часов и 3 минуты. Все главные события сегодняшнего дня обязательно попадут в поле внимания наших корреспондентов. Мы выберем самое важное и покажем вам уже меньше, чем через 2 часа в 19.00 по Киеву. Ну а итоги сегодняшнего дня подведем, как всегда, в 9 часов. В общем, не переключайтесь и будьте в курсе. До встречи.